Светлую Седмицу, неделю следующую за Пасхой, во всех православных храмах совершаются праздничные богослужения. Священнослужители, облаченные в красные ризы, вновь и вновь восклицают «Христос воскресе!». Вся полнота Церкви ликует славе воскресения Христова. На Светлой Седмице наши коллеги на Святой Земле побывали на Божественной Литургии в храме апостола Петра и праведной Тавифы в Яфе. Во второй день Светлой Седмицы Божественной Литургии в храме Яфского подворья Русской Духовной Миссии в Иерусалиме возглавил начальник миссии Архимандрит Александр в сослужении ключей о подворе протерея Игоря Пчелинцева и клириков миссии. Несмотря на будний день прихожане храма и паломники во множество собрались в Доме Божьем, чтобы разделить пасхальную радость, обретаемую в молитвенном общении. В подворье праведной Тавифы в Яфе давно стало местом, где душевное утешение и поддержку обретают наши бывшие соотечественники, ныне православные жители Израиля. Сюда же, в Южный Талявик, приезжают паломники со всех уголков земли, чтобы, вспоминая праведную Тавифу, через вдохновенный пример жизни и смерти, небесно мудрые ученицы получить уверение в том, что все в подломном мире бывает, по слову преподобного Антония Великого, по его Господу промышлению и на пользу нам. В таком разумении и в такое вере в Бога спасение и покой души. Сам человек, сотворенный по образу и подобию Божию, он пришел в этот мир не для того, чтобы исполнять лишь только земные потребности и закончить свою жизнь как прав земли, но он пришел в этот мир для того, чтобы душою своею быть воскреленным к небу и через воскресение Спасителя быть причастным к Царствию Небесного и таким образом возвести вместе с собою весь этот мир к горнему престолу, к вечному и горнему Иерусалиму. Приход протеерия Игоря Пчелинцева живет насыщенной жизнью. Двери храма открыты для всех мирян, как и священническое сердце распахнуто для каждого ищущего и жаждущего Бога. А рядом с неравнодушным сердцем, как известно, всегда находится тот, кому нужно его тепло. Сказанное ли вовремя слово или деятельная поддержка, оказанная в сложных жизненных обстоятельствах. Так и живет семья священника Пчелинцева. Матушка Марина – директор воскресной школы. Учебный процесс и творческая деятельность, паломнические поездки и дела милосердия на ее плечах, окормление и же духовное наставничество и врачевание душевных ран – ответственный участок служения отца Игоря. Без малого полторы сотни лет территория подворья русской духовной миссии в Яфа, приобретенная Архимандридом Антонином и Капустином, находится под окормлением православной церкви. Судьба этой древней земли удивительна. Она связана с именем одного из сыновей Ноя – Иофета. Это место, где жил апостол Петр. Здесь 120 лет назад патриархом Иерусалимским Герасимом был освящен храм в честь первоверховного апостола. Здесь, укрыто от мирской суеты, находится гробаница праведной Тавифы. Елена Бурдейная, Виктор Косененко, Иерусалим, православный телеканал «Союз».